Привет зритель! Сейчас тебя ждет очередной обзор еды с пятерки. У меня была подруга в гостях, мы решили с ней обоюдно пришли к одному мнению прогуляться до того места, где ее встретит другой человек. И я решила зайти попутно в пятерку. Я все хотела туда наверх сидеть, но как-то все не получалось. А тут, думаю, раз уж мимо прохожу, то надо зайти. Причем я зашла в пятерку и долго соображала, на кой хрен мне вообще надо было в пятерку. Вспомнила, что за авокадо. Но я же не могу без списка литературы, если купить только одну вещь и свалить. Я еще увидела такие штуки, которые в Ашане по 149, пакет падает, а в пятерке по 139. Но в Ашане 600 грамм, а в пятерке 500. Сроком оно до 26-го и сделано 19-го. И состав все тот же самый натуральный, хороший. Свежее мясо с первых рук. В каментах мне писал человек, что типа зачем что-то заморачиваться, если это кто-то другой за тебя приготовит. Я тоже так считаю. Короче, я их купила. Хотя у меня сейчас там другие кослеты. Я делала из фарша, из мясного ряда. Есть такая магазин или фирма «Мясной ряд» у нас в городе. Не знаю, может в других городах тоже есть. И они как бы делают сами. Какая-то у них конторка есть, которая делает из мяса сам фарш. Там очень хороший такой фарш. При этом как бы не особо и дорого. По-моему, 300 рублей за килограмм или 310. Как-то так, короче. Там 50 на 50 свинина и говядина. Ну, я сделала косле. Так вот сегодня с подругой мы похавали. Правда, я еще кашку в горшочке делала. Но так как у нас было много еды, то до горшочка с кашкой мы так и не дошли. Теперь у меня будет 2 горшочка кашки. Наверное, уже на завтра. В общем, вот. Шарики уберутся пока в холодильник. Так. У меня тому, что еще как бы 6 кослет... Так, нет. 4 кослеты осталось. Еще 3 в морозилку. Так вот. Завтра, послезавтра. Ну, до 26-го я их точно сделаю. Они 139 с копейками. Это спрей, который я уже обозревала. Он у меня в сумке таскался. Так. Мало мне 3-х апельсинов, которые у меня лежат на кухне. Все, никак даже не сидятся. Мы сегодня на нее вдвоем посмотрели на один из апельсинов. У меня рука потянулась его очистить. Но так как мы уже переели, то... Не то, чтобы переели, просто ничего не лезло. Так они и остались. Я увидела мандарины. Они какие-то дофига дорогие сейчас. Но они такие интересные, мягонькие. Наверное, это те самые мандарины, которые сладкие, но костлявые. И у них еще от шкурки до самого мандаринопространства есть. В общем, два мандарина. У меня там где-то кошелек есть. Я сейчас чек оттуда достану. У меня было 300 с чем-то. 301, что ли. Ну, 318 баллов у меня было. 31 рубль, короче. У меня на скидку списался с карты. В пятерке в солнечном. Небывалое дело. Очень вежливый на кассе продавец. Поздоровался. Предложил, значит, свои акции, если надо. Попрощался. Пожелал чуть ли не здоровья. Еще что-то очень вежливое. Впервые сталкиваюсь в пятерке в солнечном. С вежливыми продавцами. Круто. В перчатках, масочке. Все тип-топ. Молодцы, пятерка в солнечном. Вышли на новый уровень. Давно-то так. Ну, просто это та самая пятерка, где вам могли на кассе нахамить. Вообще просто так. Непонятно с чего. Я, правда, в двух местах попалась на эти же куриные шарики. Но думаю, ну хрен с ним. Не дороже же они. Ну, не дороже же они 200 рублей будут. На них не было цены вообще. Думаю, сколько будут. Они вот дешевле, чем я даже думала. И не было цены на авокадо. Но я поймала продавщицу. Она другую опросила. И мне примерную цену сказали. Короче говоря, сейчас я по чеку посмотрю, сколько эти мандарины стоили. 144 рубля 99 копеек. Грубо говоря, тут все, как обычно, без копейки. 145 рублей без копейки. Вывесили у меня мандарины на 270 грамм. Ну и за счет этой бонусной скидки, ну, у меня, конечно, вышло уже вот эти мандарины. Были, вышли они мне по счету скидки за килограмм 138,36. В общем, 37 рублей 36 копеек. У меня эти мандарины вышли. Ну и куринки эти, где они тут? Куринка, а... На шарике у меня была скидка за счет карты 6 рублей 39 копеек. 133,60 оно у меня вышло. Там еще были некоторые товары, которые вот по карте скидочной. Ну, в смысле, по их пятерковой. Вот эта шоколадка у меня как раз вышла по карточной цене. Она до 31 декабря этого года. Я уже как-то покупала. Я не помню, обозревала я ее или нет. Может, в Инстаграм кидала, может, не кидала. Ну, короче, я как-то покупала. Она мне понравилась. Я покупала даже какую-то похожую шоколадку. Она такими кусочками. Ну, в смысле, не молочную, может, еще какую-то. В общем, хороший состав у шоколадки. Ну, вот когда она по скидке, даже за 64 рубля вполне нормально. Я что-то тут прилично шоколадок напокупала. Думала, тарт займусь. Ну, что-то все. Вот одни ролики до монтажа, до монтажа, до монтажа. И в итоге что-то эти шоколадки, они с мозгом у меня вместе сочетались. Ну, я покупала там Альпенгольд на днях, потом магнитил у нас, что-то по скидке они были. И две Россия Душа, вот эта самая широкая какая-то. Короче, две России и одну Альпенгольд. И они были наполовину молочные, какие-то были темные. Ну, одно из них для меня новенькое. Я ее потом, я постараюсь на этой неделе записать этот обзор съедобного-несъедобного, потому что там что-то вроде было несъедобного. Он у меня просто, это уже пакет огромный такой. У меня, наверное, пустые баночки столько места не занимали, сколько пустые баночки еды занимают сейчас. Так, почем у нас тут шоколадка? Шоколадка. Ну, 65 без копейки, она идет по карте. Пятерочка. Так она там что-то дороже, около сотни, что ли. Ну, и за счет баллов она мне вышла 62 рубля, ну, 3 копейки. Хоть подруга бы у меня увидела бананы, я ей пожаловалась, что я вижу бананы и покупаю бананы. Банановый маразм пошел. И они у меня по большей части темные. Вот сейчас самое то из них делать смузи или, допустим, с чаем пить. Но теперь у меня есть еще три банана, которые еще не темные, они такие крепенькие. Их можно подержать, пока они станут темными. И просто они были, ну, там была цена такая, что они были дешевле рублей на 10, чем в магните. Уж не знаю, как выйдет, как в прошлый раз, я в пятерке купила, цена одна была на чеке, другая или нет. Так, бананы. Нет, цена такая же, как и на чеке, и на ценнике, одна и та же. 69, ну, 70 рублей без копейки. 66 рублей 80 копеек за килограмм. Оно мне вышло за счет скидки. А вот тут я увидела скидка, считается. 3 рубля 19 копеек. 655 грамм бананы, 43 рубля 75 копеек. 3 банана. Я увидела красную грушу. Вообще без понятия, какая у нее была цена. Она крепкая, она у меня будет долго лежать, потом я ее или съем, или смузи софигачу. И что-то я ее так взяла, думаю, нахрен мне эта красная груша, но я что-то ее взяла, думаю, пусть лежит. Вот груша. У меня там мандарины теперь есть, бананы снова есть, яблоки, апельсины и груша. Так-с. Еще авокадо будет. Груша, ты где? Так-так-так, груша, груша, груша. Груша красная. Скидка на нее у меня была 6 рублей 38 копеек. Так она стоит 140 рублей без копейки за килограмм. Груша 160 грамм, 21 рубля 38 копеек. Это с учетом скидки. Авокадо. Самый мягкий из тех, что были. Ну, такой большой. Я что-то сейчас повадилась авокадо, значит, разрезаю напополам, снимаю с него шкурку. Обычно же как бы выскребают, да? Разрезаю его там, где зернышко есть, разрезаю эту жопку напополам, вытаскиваю зернышко, и это все через такую кружочку с решеточкой пропускаю, продавливаю. Туда же яйцо вареное продавливаю. Там, кстати, у меня салат на окне наконец-то вырос, и на балконе сейчас он в контейнере. Я уже первый урожай собирала, я делала сейчас салат. Ну, короче, ваясь салат. Яйцо вареное, куриное авокадо, лук зеленый со сметаной. Очень вкусно. Там помидорку можно добавить, можно еще какую-нибудь траву добавить. Сейчас глянем, почем авокадо у меня вывесил. Так, авокадо, ты где? 320 рублей без копейки за килограмм. Скидка у нас на авокадо самая большая, 14 рублей 59 копеек. В общем, 305. 40 это за килограмм. 270 грамм авокадо, 82 рубля 46 копеек. Ну, нормально. Когда-то давно авокадо по 60 можно было купить за штуку, но теперь авокадо стали весовыми. Так же, как манги. Не могу не сказать. Конечно, может быть, кто-то за меня будет переживать. Не переживайте. Меня просто повеселило. Человек зарегистрировался 7 марта. Или 7 апреля, или 7 мая. Какого-то 7 числа. Но авторизация же на насиках идет долго. Там пока деньги перечислят на счет пока-то, пока все. Короче, чувак. Или чувиха. А, пацаны и пацанессы. Пацан или пацанесса. Как говорит, пишет в одной из флудилок Магирека. Один из админов этой самой Магирека. Нет, пацанесса просто слово нравится. Так это пацанесса. Или пацан. Привет тебе. С ником Беззубая Манго. Да я дожила до того, что одно время там какое-то существо пару моих аватарок себе, ну, пару моих фоток себе на аватарку ставила. А тут тема внезапно вчера жила, так удивилась. Я иногда захожу на насиков с утра или с вечера чисто, когда уж совсем скучно, почитаю что-нибудь. Потому что иногда они очень забавные вещи пишут про некоторых, ну, совершенно феерических людей. Ну, не только о нормальных людях, как я там, или еще какие-то люди, да. А совсем о каких-то вот, ну, фига себе такое бывает. Короче, там вот внезапно моя тима жила, и там вот такое вот существо. С ником, как оно, наверное, думает, что я за это обижусь, а, в общем, мне так приятно. На форуме сообщества насекомых через «и» он уже богиня от слова «баг», ошибка, обычно компьютерная, да, «богиня-орг», появился человек с ником, посвященным мне. Спасибо, слушайте, так приятно вообще. Короче, я нашла сливки, я из-за чего, я сначала их увидела, сфоткала, потом подруге в WhatsApp скинула, потому что есть сливки «Домик в деревне» 33% жирности, и у них отличный состав, там просто сливки. И больше я не видела нигде сливок по 33%, чтобы было жирности и нормальный состав. Тут я увидела, сфоткала, и думаю, надо обозреть, чтобы люди знали, вдруг не только я. Вот, ну, может быть, конечно, это я в танке, и давно все знают, но я вот, когда была последний раз в пятерке, я там не видела такие сливки. Это у нас. Светогорье. Сливки 33%. Ультрапастерилизованная массовой долей жира 33%. ГОС 3145-1-2013. Белорусские традиции. Слушайте, это, оказывается, белорусские сливки. Не только в России. В России есть домик-деревня с хорошими сливками, а в Белоруссии есть Ленка-привет из Белоруссии. Которая, Ленка, точнее, из Белоруссии, привет тебе, Ленка-Тираминск-Москва. 500 грамм нормализованные сливки в составе, 33% жирности. Тут даже принимаются звонки в будни по телефону, ну, телефон тут еще указан, с 8 утра до 5 вечера. Ну, типа того, что, привет, чуваки, у вас отличные сливки, можно позвонить, так сказать. Милка-Вита, АОА, точнее, ОАО, Акционерное общество. Открытое акционерное общество Милка-Вита, Республика Беларусь, Гомель. И вот такие вот сливки в пятерке продаются. 199 рублей, может быть, с копейками. Я последний раз домик-деревня покупала по 169 по скидке в магните, делала какое-то мороженое, делала еще что-то на них. У меня там еще есть маленькие сливки 20% Сашана, но я пока еще ничего не делала, мне что-то пока не тянет, у меня замороженные перезарелые бананы-морозилки лежат, по совету кого-то из зрителей в комментах. Вот сделаю. Сейчас я гляну, до какого они могут дожить. А, они прилично доживут, еще до 11 декабря они могут дожить этого года, и 11 марта они созданы. 22 39 49, номер 23. Вот, номер партии. Такие вот сливки. Где-то они у нас. Сливки, вы где? Да, вот, короче, 200 рублей без копейки они, скидка на них была 9 рублей 13 копеек. Вышли они мне за 190 рублей 86 копеек. Сливки. Я еще молока купила, у меня как бы еще есть пачка молока, тоже полутора процентная, я что-то посела на полутора процентное молоко, когда еще от Базрава на заквасках делала кефирчики, у меня там осталась одна закваска для творога, но что-то пока руки не доходят творог сваять, уже на молоке. Это у нас красная цена, полтора процентное молоко. Молоко питьевое, ультропостерилизованное. Молоко бежирное, молоко цельное в составе. Делают у нас-то его кто для... Рязань, Рязань для него, его делают, в принципе. А, то Аудмуртия, а тут Рязань. Вот то молоко, которое сейчас называется «Моя семья», и, а не, «Моя цена», вот эта магнитовская, которая бывшая сметанин, оно вот сейчас называется «Моя цена», стоит 40 рублей с копейками. 40 рублей, 80 копеек, вроде, или 40 рублей, 90 копеек, что-то в этом роде. И тоже там на упаковке 970 миллилитров, ну, может, 950 миллилитров, как-то так. Ну, типа, как бы литр считается там. Чуть меньше литра. Может быть, даже литр. Но и цена у них примерно одинаковая. Вот я тут что-то в пятёрке увидела его. Думаю, надо купить, а то у меня там неполная пачка. Вдруг решу чего себе сваять. Какао там, или просто ещё мне животное снова стало пить молоко. Так, где у нас это молоко? 41 рубль 29 копеек оно стоит. Но скидка на него была 1 рубль 80 копеек. В итоге оно мне обошлось 39 рублей 41 копейка. Вот. Срок у него до 7 апреля 2021 года. Ровно год оно хранится, потому что 7 апреля этого года оно создано. Вот. Я ни разу такое не покупала. Мне просто приколол такая высокая вот бутылочка. В смысле, коробочка. Я решила взять. Ну, и последнее, что я купила. У меня там одно яйцо осталось. Я думаю, надо купить яйцо. Короче, красная цена. Яйца куриные пищевые столовые. От 16 мая. С1. 10 штук. Вот. Мне кажется, я уже покупала какие-то яйца красной цены. Только я не помню, такие же или нет. И сейчас мы узнаем их цену. Яйца. 56 руб... Ну, 57 рублей без копейки. Скидка на них была 2 рубля 60 копеек. Соответственно, вышли они 54 рубля 39 копеек. Ну, и все у меня вышло на 665 рублей 24 копейки. 31 рубль 80 копеек. У меня была скидка. Кстати, прикольно. Списались все баллы. У меня там было 318 баллов. Потому что, допустим, в пятерке списывается все вместе с... Ну, полноценно. Если есть, то списывается все. А в магните там эти копейки, они не списываются. Я как-то просто помню, что-то покупала. У меня было прилично баллов. И я платила полностью покупку баллами. Но там были какие-то копейки у продукта. И я эти копейки уже доплачивала наличкой. Вот в этом разница пятерки. Не знаю. О, у меня тут еще какие-то баллы начислили. 66 рублей баллов за покупку мне начислилось. Такие дела. В общем, всем спасибо за просмотр. Всем отличного настроения. Даже тем, кого бомбит от меня. Но они все равно подписываются и плевятся в комменты. Всем пока!